немножечко расскажу вам про границы чтобы вы понимали смотрите как я люблю показывать сзади меня мозги и вот эта часть вот отсюда вот отсюда вниз это вот они те самые штуки которые показывают где у нас какие границы где мозги расположены тут некоторая часть спятана вы это не увидите я уже показывал вот дело в том что по мере того как шла эволюция мы люди какие люди там еще где это не было так значит сочиняет что-то и рассказывать что попало сказать откуда люди там много миллионов лет назад значит поначалу тема границ была носила чисто механический характер то есть механическая защита от того чтобы вас не попала грязь не попали чтобы никакие другие насекомые к вам не присосались и никакие никакой генетический иной материал не попал не смешался с вашим генетическим материалом без вашего ведома и с этим границы носили чисто механический характер и управлялись они из того из тех отделов мозга которые здесь даже не нарисованы потому что это мужичок по большому счету за у нас это отвечает то где-то вот здесь вот а вот это самое что есть кара и вот в какой-то момент когда эволюция а как вы помните эволюция идет идет и развивала существо наша психика она точно так же развивается как когда шла эволюция потому что наша психика в общем-то развивается из мозга который был построен когда-то эволюции да вы наверное очевидно понимаете и какой-то момент эволюция пришла к тому что говорит теперь теперь мало того чтобы просто стадо теперь я бы хотел чтобы в этом стаде еще была какая-то иерархия чтобы это стадо еще внутри самоорганизовалась определенным образом и вот потому что стадо которое стадо это не факт что там есть лидер вожак там и так далее хотя может быть и есть а вот сообщество где есть четкая иерархия здесь лидер вожак где есть сайдеры где есть определенные роли вот такое такая стая такое сообщество животных выживает лучше и перед эволюцией стал вопрос как теперь вот этих вот живых существ которые имеют одинаковые потребности хотят одного и того же как их при ограниченном количестве ресурсов заставить жить вместе природа такая наморщилась я не знаю два-три дня по-моему она морщилась ну наверное может чуть больше вот природа морщилась и потом выдала говорит а сделаю-ка я сделаю-ка я территориальные зоны отрегулирую я секундочку отрегулирую-ка я все сферы вашей жизни определенными законами по которым вы будете эту территорию соблюдать и сказала эта природа и ногой топнула и содрогнулся мир и разбежались животные но потом сбежались снова потому что жрать нечего и возникли у них в головах центры управления зонами территориальными эти зоны территориальные значит у нас запись включил да вижу спасибо и вот эти зоны территориальные значит у нас у наших предков начали отрабатывать по полной регулируя все возможные сферы организации сообщества и так возникли те самые пресловутые границы о которых говорит каждый психолог но мы будем говорить о них как чем-то что сначала изначально создала природа в биологии поставила жесткие законы если эти законы нарушаются а часто эти законы знаете а проблема современного человека ведь заключается в чем внешне может быть казаться что законы эти не нарушается но субъективно субъективно мне кажется что субъективно кажется чё он на меня так смотрит чё он смотрит на чё чё надо что-то от меня субъективно нам может казаться очень многое от того чего нет и от наш человеческая проблема и вот здесь я перебрасываю мостик психосоматики потому что детской психосоматики частности потому что вы должны понимать что реальное проживание границ реальная их организация и субъективное отношение к этим границам вещи настолько разные насколько наверное зеленый черный чай я бы вот настолько разные просто я не знаю даже как сравнить я предлагаю вам действительно позаботиться о себе тоже сегодня пятница тем более заботиться о себе природа велела сам бог велел как говорится и в результате кстати я хочу напомнить одну вещь я в предыдущем посте не поотвечал на вопросы и в этом посте я обязательно поотвечаю на вопросы как всегда аудио надиктую я прошлом предыдущем забыл потому что мне показалось там что их мало и я что как-то вытеснил но я обязательно к ним вернусь и в этом посте я тоже поотвечаю поэтому если у вас возникнут вопросы конечно же я очень надеюсь что по теме нашей сегодняшней с вами встречи то вы обязательно на них их зададите и получите ответ вернемся к теме так вот субъективное и реальное это вечная проблема человечества и дети наши болеют разными проблемами связанными с границами в преобладающем случае не не в связи с тем как реально они организованы нет например если мы возьмем проблему которая сейчас например если мы говорим там вот я общаюсь например да с с некоторыми мамами с украины и там они там по миру разбежались и пытаются адаптироваться в тех условиях которых могут адаптироваться и они проживают огромное количество кризисов связанных с реальными проблемами границ то есть живут не там где хотят непривычной ситуации вообще вынуждены общаться вместе с людьми с которыми общаются вот я вам привел типичный жесткий насущный пример реального реальной проблеме границы но когда и там соответственно все симптомы они все симптомы с этим связанные они как бы вытекает из объективных обстоятельств прицепиться легко но очень много детской психосоматики проблем связанных границами возникает не из-за того что вы реально а оказались состоянии беженства я утрирую сейчас грубо говоря а из-за того что вы субъективно проживаете взаимодействие с таким же как вы который хочет то же самое как вы ресурсы ограничены время пространство помощь территория реальная там как бы телевизор один двоих скажем так а время там немного там да все 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 ресурсы границ которым можно привести они соответственно ограничены и вот когда вы сталкиваетесь то встает вопрос как я это субъективно внутри проживу и очень многие мамы испытывают проблему например например есть реальное нарушение границ любимая свекровь которая символизирует часто самую такую типичную красивую такую типовую историю с нарушением границ она их конечно же нарушала нарушает там она там во время беременности может быть чего-нибудь было запрограммировала а потом она знает на этих дрожжах скажем так в первые месяцы и годы жизни ребенка происходит такое что мама начинает хронически проживать опыт нахождения в этой ситуации все время одинаково 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 вот это та самая субъективная оценка этих границ сейчас я про границ скажу вы поймете и в результате симптом ребенка будь то кожа будь то я не знает там почечный рефлюкс будь то гастрит какой-нибудь да там будь то проблем с зубами это истории которые говорят очень часто не обязательно но очень часто говорят о субъективной проблеме для вас это знаете что значит это большая разница объективную проблему как правило решить на данном этапе невозможно как я привел пример да а субъективную решить очень даже можно и решая и первое что придется вычленять вот проводить эту границу между насколько это объективно насколько субъективно если это субъективно насколько я могу здесь изменить восприятие найти программирующие конфликты которые могут которые и подогреваются хронически но они программировали ребенка вот хронически подогреваются когда это все разбираю симптом уходит поэтому люди говорят о чем можно не решать не решать проблему границ может объективно мало чего измениться в реальной вашей жизни но субъективно может поменяться вообще все но это как будто вы пьете черный чай а думаю по вкусу как зеленый то есть вы даже думаете и в общем и нормально вот но это конечно ужасно разные вещи границы на что же там такого налепила природа настолько налепила что мы до сих пор это на плакатах рисуем а как то надо было бы это назвать так красиво ну ладно допустим вот эта картиночка картиночка это вот лобик у нас вот здесь они слева и справа расположены это границы которые говорят о том что на вас ну грубо говоря кто-то нападает какая-то угроза которая прям очевидная угроза и это не просто там знаете угроза она там посуду переставит и вместе нет это прямо угроза угроза которая там от которая неожиданно накричит или папа придет пьяный домой я не знаю чем закончится этот скандал вот то есть какая-то угроза угроза такая они здесь кодируются и это такая граница которая скорее будет подражаться на теме щитовидной железы на изменении скорости то есть это надпочечники скорее вот гормон надпочечников часто здесь регулирует это вот адреналин это страх очевидный такой яркий ну я думаю что мало кто с этим сталкивается дальше уже есть категория людей которые здесь сталкиваются почаще следующие идут они вторые это уже у нас бронхи это кто постоянно кашляет чихает у кого бронхи ты это 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 знаете как я опишу эту границу это когда мы хотим обозначить человеку вот как будто вот мы в одном пространстве с ним находиться не хотим это подобное отравление это подобно я хочу как собака данная за забора обозначить эту границу что ты на моей территории не оказался отсюда вот эти все еще раз говорю кашли сухие кашли в зависимости от того там то конечно я еще не буду нюансы вдаваться потому что в зависимости от того где находится показал пятница да а в зависимости от того где находится проблема появляются разные тональности потому что ближе к легким это уже конечно дополняется больше страхом ближе к верху и самих бронхов это конечно это такой больше про границы тема такое ощущение нарушения границ не могу их обозначить по мужскому по женскому типу дальше следующее это вот эта картиночка следующее то есть если я получается не могу кому-то там сказать обозначить или человек как часто бывает при бронхитах и астмах удушающий контроль стороны родителей то есть что такое удушающий контроль это значит вот этот человек в любой момент моей жизни может нафиг влезть в мою жизнь влезть мою жизнь и сказать вот это будет так это будет так пойдешь сюда вот что такое невозможность защитить свое пространство ну и конечно же очень много споров гадками друг на друга и это вот эта часть здесь у нас эта ткань расположена дальше у нас нет это я да это показал дальше у нас третье идет вот здесь это у нас что у нас это это примерно то же самое только здесь мускулатура а здесь будет слизистая давайте сейчас без без нюансов без подробностей примерно функция одна и та же как бы обозначить себя либо либо замереть либо обозначить себя то есть как делают животные в дикой природе вообще-то животные до того как воевать драться с себе подобными мы говорим в первую очередь конечно на себе подобных а близких наших до то а господи думаю уже 50 минут прошло как я рассказываю до того как воевать они вообще-то предварительно очень много матом кроют друг друга ну вот показывает телевизор олени там часто матерятся друг на друга там ругаются и львы то есть сначала они голосом дают понять вот и это попытка обознать обозначение территории и только потом драка так что здесь природа все разумно продумала вот дальше у нас идет вот эта вот штука это мужское и женское ну здесь у нас скажем так граница с партнером это скорее суда детской психосоматики не столь важно но это вот то как вот если брать женскую часть насколько я ощущаю что я нужна и востребована своим мужем и это моя граница потому что мужчина является не просто а мужчина является тем кто в дикой природе обозначает границы мои отношения и признание мужчиной очень сильно кодируются вот этими вот этими отделами мозга то есть что я вам сейчас вообще показываю может быть кто то если не сначала начал я вам показываю что вы хотите или не хотите вы никуда не денетесь от того чтобы ваш мозг сидел вот так вот ваш мозг постоянно сидит вот такой планшет очки у него тут помечены пункты про которые я вам рассказываю он ставит галочки соблюдено не соблюдено и вот если где-то не соблюдено по вашим по вашей субъективной оценке вы будете вы ну и в данном случае когда мы говорим о детской психосоматике ваш ребенок будет показывать о том что в нашей семье тема именно вот этой границы не соблюдена а мозг обязательно будет это мониторить и обязательно надо будет с этим работать иначе никак а субъективно это значит на курсе детская психосоматика который стартует 18 сентября потому что там все заточено под то чтобы разобрать все возможные проблемы не просто детскими симптомами но еще и с тем как организовано движение эмоций внутри семейной системы и границ в том числе как организованы триады вот триады это мама папа ребенок и какие типичные типовые для этой триады нарушения границ дальше у нас идет вы уже не видите это прямая кишка то есть это та проблема прямая кишка и гастрит с другой стороны тут просто не указано ну прямая кишка и этот двенадцатиперстная желчный и поджелудочная железа протоки в первом там где прямая кишка это мое место где я реально нахожусь моя территория где я бы вот ну мой стул там да значит иногда запоры могут быть с этим связаны иногда анальный дерматит бывает здесь значит что еще ну в общем геморрой это наверное как бы больше взрослая такая история ну у детей частенько встречаю анальный дерматит и соответственно если у взрослых встречаю анальный дерматит то поверьте такие взрослые живут вот здесь у них вот тут центр этот активен и в разговоре с такими людьми он прям сразу о себе говорит да в словах в речи это так прикольно ну ладно то есть мы получается имеем реальную территорию и территорию когда я говорю об эпигастрии и очень многих проблемах связанных с нарушением ферментации пищеварения и работой поджелудочной железы и ферментов печени мы говорим о проблемах мы говорим о проблемах когда мы со своими родными постоянно кусаемся потому что какие-то важные ресурсы очень важные ресурсы мы не можем разделить честно честно потому что возникает постоянное ощущение несправедливо я недостаточно я может быть переборщил но как-то экспрессивно получилось несправедливо может быть драматично произносить да опять то есть я развлечь сегодня почему-то может быть серьезно я вставил хотя нет наушник вставил в это ухо ладно бог с ним дальше у нас идет дальше у нас идет чего там дальше у нас идет мочеполовая система со своей слизистой это маркировка территории которую я тоже должен пометить это часто связанные с телом сейчас связанные с пространством тоже и есть свои тональности какие границы будут страдать мочеполовая система например типичный нурс он часто связан с темой вот как прошлый эфир был я надеюсь многие смотрели вот он связан с тем как маркировка территории значит не чистая маркировка территории вот если мы говорим об энерезе а функция отца в теме маркировки территории потому что отец тот человек который как я уже говорил в самом начале он должен обозначить территорию если у женщины проблемы вот если у женщины проблемы с тем что я мужчина как бы плохенько обозначает эту территорию нестабильный партнер и еще она есть тональность не принять это дополнение может быть очаг где-нибудь и вот здесь да который отвечает за репродуктивную систему в частности работе речников шейку матки типа с таким партнером размножаться нельзя опасно да и вот на тебе раз и овуляция ушла куда-то непонятно нарушилась и вот тебе пожалуйста какая-нибудь там у ребенка вылезла проблем с мочеполовой системой ну и плюс конечно же когда мой партнер лезет какие-то такие мои личные пространства личные дела в том числе с моим телом и это все может закончиться проблемами мочеполовой сферы да и последнее самое последнее здесь это конечно же тоже страх это 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 страх это условные границы ну это передние и задние это не столько по границе это такое аварийная такая прям угроза когда там уже речь об атаке это не столько про простраивание границ сколько пробеги нафиг отсюда вот или давай бросай все и вцепляйся в горло то есть это уже режимы когда речь не про границы а про бежевание ну я так бы рассказал здесь кодируются у нас глаза и сетчатка глаза и соответственно левый и правый глаз вот здесь сзади стекловидное тело ну это вот немножко другая история это наверное не про границы больше хотя территориальные зоны и они являются территориальными зонами и их функция заключается в том чтобы мониторить угрозу которую мы не видим напрямую но она может прийти я тут затылочные области иногда не могут если вместе включаются дают паранойю а вы а вы их не видите нет это паранойя все поехали теперь наша задача взять участницу вот сейчас скажу так ну нет это забедренных суставов нет но с чем сегодня граница друзья я читаю просто сообщение сейчас записи эфира да конечно же будут вот давайте мы сейчас возьмем я уточню просто участницу как зовут прошу прощения дарья 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 вы здесь да я вижу вас включая вас дарья дарья добрый добрый вечер добрый вечер добрый вечер и хорошо все слышно да странно но я я слышал вас через компьютер сейчас дайте попробую все таки поменять да вдруг вдруг маги раз теперь я перейду на другое полушарие возможно я стану более серьезен так отключить пару слов как теперь нормально все спасибо дарья так дарья я сейчас зачитаю буквально быстренько то что написали вы я пробежался по территориальным зонам и что то из вашего сообщения ну там точно соответствует мы сейчас посмотрим и соответственно вычленим то что очевидно там про границы что то не очевидно но потом я поспрашиваю вас и мы с вами поймем чего то чего мы возьмем такого из этого дарья скажите пожалуйста сразу сколько вам полных лет двадцать девять двадцать девять вы акцентируете свое имя дарья вам а если даша у вас есть как удобно это не просто неудобно даша лучше да я просто смотрю задержка есть небольшая я спрашиваю что вы немножко подвисаете мне кажется вот мне тоже это кажется давайте это будем учитывать сейчас что у нас есть такой процесс надеюсь что все будет хорошо значит сын 3,8 лет как зовут сына михаил миша сын 3,8 лет после рождения страдает урви сразу хочется спросить насколько часто ну может раз в два месяца в полтора заболеть может заболеть на стадии выздоровления пойти в сад и через там две-три недели снова заболеть а эта история началась с садом или до сада тоже нет до сада это тоже было это у дочери было у старшей а урви какая что там понятно что урви острая респираторная вирусная инфекция когда вирусная инфекция все-таки больше конечно мы говорим о территориальных зонах потому что вирусы они но когда мы слушаем современную медицину урви это такая нарицательная которая может много чего включать поэтому я уточню чего там чаще всего что происходит у него там обычно температура но не всегда кашель ну сопли кашель иногда влажный иногда сухой и последний вот раз был когда он месяц почти что кашлял по ночам мы поехали нам сказали что у вас аденоид и какая-то аллергическая реакция видимо на этом фоне еще идет но лето прошло да с левой стороны и с этой же левой стороны у него лимфоузел на шее который уже не проходит достаточно долгое время лимфоузел будет тоже косвенно говорить о защите потому что лимфоиная ткань и сейчас лимфоциты это соответственно часть иммунной системы как вы понимаете это защита это конечно не территориальные зоны как вот прям территория такая классическая которую природа задумала но иммунная система как вы понимаете это тема защиты да и если вы читали пост про аденоиды я там немножко писал об этом но не аденоиды господи про лимфатические температуры лимфатические сосуды и так далее хорошо аденоиды узел хорошо слева да с левой стороны слева так сопли кашель а вот вы сказали интересную фразу а летом как будто бы было все хорошо да этим летом было на удивление все лучше даже ротовирус нас постиг один один раз за это лето сразу вопрос с чем вы связали как вам кажется ну вот раз и вот так вот все произошло я взяла отпуск на три недели на работе была дома мало чего делала было мало работы я больше была с детьми больше посвящала времени себе я вот так скажу не больше с детьми больше времени себе было ага в садик когда пошел в каком возрасте ребенок около трех два и восемь около трех лет два и восемь садик пошел и ходит сейчас если не болеет то ходит да ходит да нормально хорошо дальше сейчас что вы написали так сухие кашли есть написали разово пролетела пневмония прям хорошая пневмония была да это было в прошлом году да по осени когда вот оно как-то опустилась это была правая легкая нижняя доля мы ее на начальной стадии поймали потому что мне что-то там стукнуло и мы поехали на рентген но пневмонии я отследила там за несколько дней была ссора с мужем на грани того что он сказал я ухожу я ухожу был очень сильный страх мой и вздохнула и выдохнула но это вот так живут эмоции сейчас память об этой ситуации да я слышу постоянное расстройство стула пишите вы да это все время не оформленный такой стул это периодические боли во время еды то есть он может там схватиться ой мне в туалет ну скажем так чаще он не оформлен такой расслабленный боль пишу нежели нормальный адекватный какой а причина постоянного расстройства стула чего говорят врачи потому что может быть много чего если врачи ничего не говорят мы с нутрициологом в сотрудничестве ну как бы она говорит что и у меня и у моих детей белковый обмен неуглеводный и в общем как бы какие-то там митохондриальные дисфункции что клетки не до конца получают энергию ну и все в таком духе поэтому нарушение есть в кишечнике на эту тему и возможно какая-то еще непереносимость есть вот она мне сказала по последним анализам она сказала что есть непереносимость которая усиливает аллергию вот непереносимость как проверяли ничего не проверяли однажды я проверила глютен там вроде бы ничего не вылезло вот больше ничего не проверяли и как-то я аллергию аллергию как-то проверяли на меня интересовал только один вопрос у меня домашних животных четыре штуки собака и кошки и я боялась только что это будут домашние животные ну как бы логическим путем пришли что это не они живем дальше ничего не проверяла и не очень хочется честно говоря туда попасть ну хорошо ну в идеале конечно будет надо проверить соответственно на антитела которые я как-то эфир вел и рассказывал да какие бывают антитела я заметила что если я даю меньше молока молочных продуктов то состояние лучше как только больше молочного прям чистое именно чистое молоко если это какие-то сырники кефир если прям чистое молоко ну неделя-две и начинает лететь ЖКТ всякая сыпь появляется неприносимость по вопросам молоко ну ладно хорошо потом вы пишите загиб желчного и вздутия ну это примерно туда же по зиме часто дерматит попа и сухость кожи те же симптомы у вас частые боли в горле а вы сейчас как будто бы делали так у меня есть нервный такой нервный тип я не могу его никому описать это что-то похожее на момент когда я глотаю язык прижимается туда куда-то к небу к верхнему и вот такое что-то что-то похожее отдаленно на глотание то есть ощущение что все время здесь что-то мешает хочется это как-то вот куда-то проглотить я понял вас всегда было да где-то лет наверное шестнадцати семнадцати ну их у меня несколько но это как бы один из постоянный слиз между носом и горлом ну это вот аденоиды да те самые ну это видимо это моя история это моя история а это уже ваша да то есть я постоянно и что-то вот оно там болтается гастрододенит да и у старшей дочери пять восемь та же самая симптоматика за исключением аденоидов да ну то есть мы их не проверяли у нее бывает иногда в случае сухого кашля по ночам когда она подзакашливается но гомеопатия на ней хорошо работает и у нее не было ни разу там она может ночь так подкашлянуть две максимум все то есть никогда это не бывает затяжно но у нее чаще влажный кашель бронхит у нее был один раз в ковиде хорошо ну что ж давайте попробуем понять чего тут вот показывает ребенок значит урви сопли кашель и влажный сухой и вот особенно по ночам тут как будто бы вы говорите о том что да а он может быть в определенное время закашливается какой-то ну это обычно ночью кашляет после полуночи где-то часов до четырех с полуночи до четырех где-то так это бывает я не говорю но обычно это в положении лежа нет это вот именно постназальный затек то есть там текут сопли и он когда ложится спать он начинает вот я об этом то есть у него нет такого что он идет там болеет например и посреди улицы или дома где-то начинается приступ какой-то это именно в положении лежа дневной сон ночной сон хорошо окей я вас понял дарья да тут как-то так вот прям со всех сторон сейчас попробую целостную картинку собрать то есть каждый симптом ребенка говорит о какой-то о какой-то характеристике той среды в которой он живет или характеристики того как мама его проживает эту среду или как папа ее в общем-то проживает почему нет потому что опыт папы в него тоже записан через гены и через стратегии поэтому здесь мы папу тоже не исключаем с него должны взять информацию ОРВИ аденоиды узел слева допустим даже пневмония была я ухожу сказал муж и был страх постоянное расстройство стула непереносимость молоко во-первых давайте попробуем выделить что здесь может быть про тему нашей сегодняшней встречи которая называется граница вот если мы будем говорить про ОРВИ которая связана например опять же сопли соплям рознь вот например аллергический такой ренит да который сопли как будто льются да как вот при гриппе бывает при том же самом ковиде там или закладывает нос целиком вот это одна история это вот скорее про границы а если бывают такие сопли которые прямо такие все здесь заложены еще в пазухах и все это такое зеленое такое и так далее это скорее не про границы это немножко про про мои отношения с очень близкими с очень близким ну наверное с мамой там да я очень нуждаюсь вот мы делаем с вами предположение что вот эти ОРВИ могут быть про границу давайте сделаем идем первое делаем предположение хорошо и вот ваш сын болеет как вы говорите раз полтора два месяца этими ОРВИшками то есть как будто бы получается что я буду делать сейчас гипотезы и предположения не понимая всю картину все равно ОРВИ целиком то есть я в ситуации где сейчас просто нет времени вникать в детали я буду в обобщенном в обобщенной форме это делать вот когда мы имеем дело с ОРВИ я предполагаю что ОРВИ это такой своего рода аналог гриппа гриппа когда когда я соответственно Дарья или мой сын Миша проживает опыт в котором скажем так помните я говорил о том что я в одном объеме в одном пространстве нахожусь с людьми с кем грубо говоря дышу одним воздухом но атмосфера в кавычках здесь такая такая наэлектролизованная такая скажем так есть напряжение в присутствии этого человека вот он приходит ничего страшного не произойдет но почему-то в присутствии этого человека возникает какая-то мобилизация я могу ждать какой-то угрозы он может быть раздраженный злой и так далее и так далее и в результате например я бы хотела сказать например мужу допустим если это берем ваша хотела бы сказать мужу слушай ну чё ты постоянно создаешь какое-то напряжение ну почему как ты не придешь как будто вот сразу меняется атмосфера ну это вы не говорите но я бы хотела бы сказать например я сейчас какие-то общие фразы говорю вот так примерно такой общий 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 шаблон ОРВИ и тогда я вас спрашиваю если опереться на мои слова посмотреть на ребенка и вы говорите что до детского сада это было примерно такая же картина была тогда вопрос вы уже конечно часть частично его выдали что есть какое-то напряжение возможно в отношении с мужем и вот возможно та история с пневмонией и точка я ухожу она такая пиковая но возможно есть фоновое напряжение в отношении с партнером которое я постоянно снова и снова проживаю вот могли бы назвать Дарья примерно описать знаете как раз мы сегодня говорим про границы могли бы вы описать это эту проблему сразу примерно в таких словах я бы хотела чтобы он и что-то я от него хочу на на границе соприкосновение с ним это могут быть разные границы время пространство там грубо говоря распределение ответственности забот так далее что угодно любая граница вот суть ключевого ключевой проблемы с мужем на границе взаимодействия с ним я прошу вас описать фразой вот на этой границе я бы хотела чтобы он что не совал в нос мои дела или он не создавал ощущение что вот-вот нападет на этой границе или что-то 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 как бы вы какие слова вам приходят не обесценивал физически не нарушал мои границы если я например не хочу близости какой-то значит не хочу ну это не в каком-то там жестком плане это я так скажем себя уговариваю где-то ну и была была история когда я только забеременела сыном почему-то она сейчас пришла мне в голову а я хочу чтобы он перестал употреблять алкоголь и была история да когда я забеременела он узнал что я беременна очень обрадовался и приехал пьяный я попался ему под руку и он меня просто прижал возле стены из-за какой-то там не то слово не ударял ничего но было очень страшно ни хрена себе я с тобой разведусь там ах ты еще маме позвонил чтобы мам приехал тебя защитить потому что папа у меня нет папа погиб и потом был жесткий перекрыт сколько вам было лет я вас очень люблю сколько вам лет когда папа погиб мне было 11 11 11 11 лет значит значит неожиданно да это было драма я там была вы были там знаете что в общем то вы достаточно здесь уже так говорите вы так интересно сами соединили какие-то две вещи так сказали аккуратно звучат они следующим образом в тот момент когда только забеременела да вы сказали когда только забеременела а мой муж в состоянии алкогольного опьянения был он создал ситуацию какой-то такой небезопасности жесткой такой да вы сюда добавили сразу папу потому что папу у меня нет сказали маме позвонила ваши слова а папа у меня нет вы сразу это вспомнили я предполагаю что это про меня некому защитить ну это про безопасность которую я не могу ощутить нет я я фантазирую почему вы вот тут в этой фазе уместили и мой муж давайте проверим я говорю фразу вы слушайте сердцем мой муж для меня источник опасности да чего-то как-то все с вами в смысле прям что с вами происходит внутри просто вы где-то вы ушли я еще думаю что мой муж моя мама источник мой небезопасный я бы добавила маму прикольно а давайте теперь посмотрим вот поэтому ребенок болеет значит ребенок болеет штуками которые кодируются вот здесь вот в этих зонах которые я говорил мускулатура это вот эти навязчивые кашли которые там ну как много кашля когда у детей и в том числе астмы это вот здесь это очень много опасности нарушение территории и вот здесь это уже слизистая здесь мускулатура а здесь слизистая а здесь слизистая и вот это все про большое количество угрозы и опасностей там тональность прямо угрозы опасности больше ее больше только в самом верху где там уже совсем прям адреналины лишь бы ноги убежать вот поэтому значит сейчас я здесь да 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 я слышу вас сейчас я сформулирую мысль которую я бы хотел давайте мы с вами сейчас вот как пойдем слово небезопасность понятно многим людям а вот тональностями она обладает очень разными ваша небезопасность которую вы ощущаете кстати ваши ваши хронические как вы написали постоянные слизисты между носом и горлом когда вы написали в сообщении она фигурация не дает мне покоя потому что как будто бы я как будто бы может быть и вы и ваши дети несут на себе память о потере этой связи с очень важным близким человеком и вы до сих пор эту связь а ваш ваш небезопасный муж посмотрите я фантазирую ваш небезопасный муж это тот кто постоянно напомнит насколько я не защищена он может напомнить степень моей небезопасности у меня приходят мысли я с вами делюсь почему столько лет нет у вас хронический тоже вот постоянная слизь там скапливается это у меня вообще с детства танзелиты танзелит хронический с детства если говорить про небезопасность то меня папа даже в детстве не защищал от мамы мама била папа сидел в соседней комнате ему было как бы ну папа очень любил никогда не бил но никогда не вмешивался в мамины дела вот так все понятно все понятно хорошо ладно да весело весело конечно это очень грустно видеть как вы переходите из рук одного из рук одной ситуации небезопасности в другую вот это грустно но сейчас немножко не про это мы по этой ветке не пойдем это вот наша задача сегодня с вами немножко пощупать вот эту тему границ ее тональность и поэтому еще раз повторяю вопрос смотрите слово небезопасность понятно всем в вашем случае я спрашиваю вот эта небезопасность она про что чего я боюсь особенно в этой небезопасности тональность главное в чем я боюсь физически что он там как тогда там зажмет прижмет я боюсь что он там как вы выразились нарушает границы я не хочу близости я боюсь что я боюсь что я боюсь просто боюсь потому что я боюсь потому что он неожиданный какая тональность попробуйте сейчас сформулировать своими словами у меня самая главная угроза я не знаю чего от него ждать он сейчас веселый и потом может выйти из себя если я начну до него докапываться условно докапывать я очень люблю ну и в оконцовке что мы разойдемся и в общем то я останусь одна наверное тоже этот страх тоже есть да серьезный конфликт двух штук с одной стороны я боюсь что вот давайте попробуем перенесем вот эту ситуацию которую вы сейчас описали в мир животных вы можете представить чтобы какая-нибудь лисичка жила со своим лисом и одновременно боялась что он ее укусит то есть она такая одной ногой такая разворачивается и тут же застывает потому что боится что но он же он же может меня бросить вот в животном мире такое невозможно в животном мире животное следует какому-то одному выбранной выбранной одной стратегии и вот эти вот зоны например в случае с лисичкой например вот эти зоны должны заставить ее скорее убежать чем оставаться то есть там выбор происходится и как бы лисичек ну там я пример привожу там условно каких-то лисичек то есть животное выбирает а вы зависаете вы зависли и это в этом конфликте вы давно живете он не решен и это конфликт моей территории с одной стороны мою территорию нарушат а с другой стороны я боюсь что я вообще нафиг без территории останусь он уйдет и вот это кодируется часто кодируется вот этим испугом а как я одна он нарушит мою территорию вторгнется вот это действительно может быть ОРВ это действительно вот эта вот история с пневмонией которой вы уловили связь сильнейший испуг такой уже прям страх страх но пневмония в данном случае ой господи у нас не так много времени я поделюсь мыслями быстро коротко которые возникают просто чтобы вот когда я вижу эту пневмонию и я уйду у меня закрадывается подозрение то здесь я вновь боюсь потерять отца но парадокс в том что он скорее в основном фигура материнская пока что с того что вы сказали и тогда я пока я это не состыкую я не могу ответить но этим сейчас заниматься не буду я просто делаю гипотезу вот значит вы живете в конфликте который противоречит быть опасно уйти опасно мой ребенок своими ОРГИ я просто то что приходит это с мамой конфликт давайте у нас были стычки когда она со мной месяцами не разговаривала и ну я готова была на все идти быть какой угодно терпеть чего угодно только бы здесь потому что я боялась что я останусь одна слышите что говорите я готова была продавить любые свои границы но любые границы пожертвовать любыми своими границами чтобы ты осталась потому что я одного-то родителя потеряла любимого папу еще не дай бог тебя потеряю для меня для ребенка это нерешимая боль жесть нерешимая поэтому ваши глаза наверное с тех моментов с того момента и стали грустными вот я смотрю на вас вы как-то в этой паре застыли ну вот сейчас единственное вы улыбнулись да я я смотрю на вас вы какая-то как будто в какой-то грусти застыли в этой безвыходности находиться в такой дилемме с таким мужчиной неудивительно что вот это детский симптом ребенок говорит ребенок говорит ребенок детским симптомом что я не знаю то ли ну как бы то ли есть опасность то ли в том что бежать то ли в том чтобы не бежать наоборот непонятно я постоянно хожусь в этом напряжении это есть хорошо но играете вы со своим мужем доигрываете эту дилемму ребенка хорошо ну понятно ладно грустно это очень здесь примерно фабула как-то прорисовывать окей узел слева стал хроническим да вот белый белые кровяные белые тельца иммунной системы вообще все белые тельца это тема защиты и этот отцовский аспект именно поэтому я подумал что я апеллирую к теме отца к защите со стороны отца мне не хватает значит поэтому когда часть лимфатической системы до узел он находится вот в таком состоянии это говорит о том что я действительно проживаю опыт незащищенность ребенок проживает ребенок показывает на опыт незащищенность он от кого-то не защищен может быть от старшей сестры или это ваш конфликт от меня я очень жестко я часто нарушаю границы слушал я такая мама которая может прийти и влезть в любое место сюда пойдешь туда не пойдешь я сама так росла и я сейчас стараюсь просто по-другому пока не умею чего чему научили тут так и живем это нормально нет конечно это немножко не то хотя это может быть иметь дело к это может иметь дело к его урвишкам но вот узел скорее либо это ваша история либо он кому-то показывает ну вам показывает мама где мне нужна защита левая сторона это соответственно левая сторона это конечно материнская сторона такая вроде бы вот но левая сторона это тот кто у меня еще слева находится вот и я здесь точно нуждаюсь в некоторой защите но защита это то чего вы в общем то проживаете своим мужем короче если надо понимать что если вы живете так с мужем но в такой в таком в такой форме то ваша семья не может быть организована иначе то есть все все те же самые законы вплетены в отношении с детьми тоже и детей между собой с детьми и в целом и они несут себе это хорошо небезопасность защита показывает ребенок аллергия прозвучала аллергия это вот как проявляется приняты как бы когда аденоид мы проверяли лор смотрела сказала что это не истинный аденоид это он увеличился у вас на фоне аллергического ренита но он не чихает у него не потекают эти сопли нет какой-то общей заложенности когда он не может дышать все содержимое отмаркивается отходит все стадии проходят от прозрачного до желтого зеленого но это случилось летом в июне и она я понял понял аллергия навсегда если это действительно аллергия аллергия будет говорить нам о том что иммунная система думает что это угроза какая-то вот она отреагирует это один из сигналов тоже границ здесь нужно найти будет что это за граница в случае опять же отголоска это ли мужа либо это какая-то история иная но если есть реакция иммунной системы это проверяется да если вы хотите проверить вы можете проверить там те или иные антитела глобулины до того или класса для того чтобы понять если иммунный ответ и тогда это можно точно точно понять вот тогда если мы знаем то иммунная система прекрасно нам показывает что защищается ребенок от чего-то такой среде которые получается и проживаете вы но тут эти вот так скажу вот есть такая категория мам который называется тревожные мамы у них огромное количество разной тревоги и это тревога как песчинка вокруг которой начинает наматываться все 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 ну потому что тревога начинает происходит генерализация тревоги на все подряд с горки упадет это еда может быть опасно и начинается вот эта всякая фигня в вашем случае песчинка является базовая ваша небезопасность в отношениях с мужем этой песчинкой может быть эта штука вокруг которой наматывается много чего здесь и и ренит и и орви постоянные аденоиды вот аденоиды кстати если у него аденоиды скажите пожалуйста по десятибальной шкале как бы вы охарактеризовали теплоту ваших отношений с ребенком телесный контакт эмоциональный контакт скажем чего еще там насколько я по десятибальной шкале насколько как мне кажется субъективно попробуйте с позиции надо ребенка себя это эмоциональный телесный контакт на пятерочку а вы как как вы сейчас говорили я такая пришла история моя и когда забеременела я помню что я очень хотел в праву ребенка на когда забеременела первое что о чем я подумала что ты не вовремя ты не вовремя и вся беременность прошла как будто я его не замечала и когда он родился у меня была какая-то жуткая после родовая депрессия он очень плакала я могла там накричать что ты мне вообще не нужен у меня крыло в общем что ты мне не нужен и как это так я сказала что ты мне не нужен я же твоя мать в общем а потом это сменилось на какое-то дичайшее чувство любви нежности вины вот так дерматита мне немножко понятно что происходит и это прошла с дочерью с дерматита что происходит тогда если вам понятно то что этот еще одна граница это кожа а почему зимний месяц вы выделяете зимние месяцы здесь сообщение он родился зимой и вот эта вся штука происходило зимой то есть зимой вы вспоминаете послеродовую депрессию у вас есть традиция зимой вспоминать послеродовую депрессию таким языком то есть вы отмечаете новый год вот таким способом на кучу этой зимой было лучше кстати я просто прорабатывал эту тему из дочери прорабатывала тоже благодаря вам эту историю у нее дерматиты ушли сейчас когда у нас накаляются отношения с детьми и от них отдаляясь я вижу у них там на пот и что-то такое появляющиеся такие бляшки я уже понимаю что это как бы и достаточно быстро проходит есть какие-то маленькие моменты рецидивов но они незначительные когда сын родился он был весь сухой там были корочки на голове и потресканные ножки я почему спросил по десятибалльной шкале вот я с вами общаюсь и я пока мое личное такое ощущение которое складывается процессе контакта с вами мне немножко прошу прощения мне немножко знаете чего не хватает как будто вот какого-то такого вот я вроде с вами говорю да и понятно что и тема такая такая непростая но как будто мне не хватает некой какой-то так вот как будто я формально с вами-то говорю где-то вот что где-то то ли не здесь то ли коннект какого-то не происходит я не могу это объяснить может быть вы в каком-то коконе там своем сидите там у вас есть такая привычка и я сейчас что я сейчас здесь с вами опять погружаюсь в эту тему то есть она как-то за лето так немножечко вроде бы наладилась чуть-то допустила я выдохнула написала запрос и да я приду на эфир и вот пока все это говорилось у меня было ощущение что я смотрю на лавину которая вот так на меня летит и опять сейчас мне накроет я думаю господи тоже меня ждет и я сижу я немножко в таком у меня немножко трясутся руки как-то так и ты как-то параллельной жизни меня пролетают детские какие-то картинки я вас слушаю понимаю у меня просто происходит такой коннект с какой-то ситуации моей жизни она как-то всплывает но я здесь хорошо то есть получается вы когда находитесь в каких-то сильных чувствах как будто бы уплываете я жива я говорю я вас потерял ощущениями эмоциональными возможно возможно то же самое ощущает ваши дети когда находятся взаимодействие с вами и когда я этот опыт опыт рядом с вами проживаю я делаю такое предположение потому что что это у них вот например какие-то такие аденоиды которые скорее про взаимодействие с самыми близкими с мамой с папой такой такой прям очень важный контакт про то насколько у нас с ней насколько мы с ней там но не проживаем эмоции а насколько я ощущаю себя соединенным с ней это может быть и память о той пострадовой депрессии когда как связь в тот момент нарушилась когда я сказал ты не вовремя ты не нужен там так далее это записалось и вот это как будто бы фоном идет вот я сейчас это ощущаю и поэтому уточняю вас вы не замечали за собой вот такой способ в отношении с детьми может быть они тоже могут пожаловаться так как я сейчас как будто видеть вижу говорить говорю как будто вот включенности какой-то и что-то спрашивают я как бы занята чем-то своим там например в телефоне какую-то работу делаю это происходит мама ты меня слышишь я говорю да блин я здесь вот они меня выдирают как бы я ну когда я в контакте с ними мне тяжело быть все время в контакте как бы непосредственно я все время мне все хочется что-то сделать хорошо то напускай значит кишечник очень много проблем связанных с кишечником как вы говорите молочка молоко вы понимаете про что это вот интуитивно как вам кажется вот вы сами сказали о том что когда вы проживали очень интересный момент ваш пострадавая депрессия и вот это вот ты не вовремя и какая-то такая прям ты мне не нужен да вот эти вот чувства они точно какие-то очень вот этот момент для меня очень интересен я сюда не полезно но в них содержится какой-то такой сильный заряд который достался ребенку не по адресу похоже это вот как прошлый эфир я разбирал когда не по адресу мы значит не по адресу мы на детей транслируем какой-то прошлый опыт здесь он точно я его вижу и чего-то этому ребенку я наделила его чем и вот в этом моменте я как мама проживаю что смотрите я отказываюсь принимать тебя ты у меня есть но я не хочу тебя впускать свое эмоциональное пространство свою жизнь функция тонкого кишечника заключается в том чтобы усваивать всасывать ассимилировать соединять то есть присвоить что-то если мама не принимает какую-то часть своей там при роли матери как был у вас и тем более ребенка то ну давайте по простому я не переношу тебя ребенок в это время не переношу себя рядом с тобой пускай кишечник все равно один и функция в любом случае я хочу вот я не хочу это усваивать я не хочу это всасывать я не хочу брать это в себя не хочу делать это частью себя а в это время биологически природный контакт через кормление молоком идет и теперь для него молоко так и останется навсегда частью той истории если ее не перезаписывать до тех же молочка и молоко как мой контакт с мамой и контакт который был еще и аденоиды и ланды как часть этого контакта тоже могут до сих пор нести в себе эту память так что здесь вот этот кусочек я вижу вот ладно сложная со всех сторон получается так с разных сторон по чуть-чуть а вот и давайте так сейчас коротко из этого что то что является для вас самым вот из этого списка мы пощупали посмотрели что из этого списка является для вас самым таким задайте вы выберите что то что одно особенно вам на чем бы хотели сфокусировать и вы выбрали ключевое как говорят сектор приз на барабане да и вы выбрали ключевое потому что я если вы сейчас на меня посмотрите я последний вот минут 15 я немножко таком как бы смятение нахожусь потому что лезть в историю с ребенком бесполезно без вот этого вопроса тут в данном случае когда базовая небезопасность отношений с мужем причем базовая небезопасность которая связана а и с его реальным поведением объективным помните я в начале эфира говорил объективное когда прижал к стене это объективная общая часть поведения и субъективное которое досталось от отношений с мамой потому что я с ним проигрываю похоже материнскую до история и вот без того как решить это к ребенку рано бесполезно лезть сейчас ну либо это будет долго прям знаете так долго муторно такая трансформация поэтому вот это вот вопрос безопасности которые я ощущаю он требует решений хорошо давайте я спрошу вас сразу прямо вот вы вошли в эту историю родили двух детей замужем за этим мужчиной и жизнь хочет от вас чтобы вы выучили вот этот урок чтобы вы этот урок прошли и наконец-то получили по нему пятерку или зачет я не знаю и что является этой пятеркой или зачетом по результатам этого урока вы можете сейчас пофантазировать вот ваша ситуация вы ее вне въехали родили двух детей находитесь с этим мужчиной у вас есть это не пятерка это четверка четверка с плюсом даже я бы сказал но не пятерка на мой взгляд это банально да банальная задача но здесь есть что-то большее это банальная задача научиться выставлять свои границы тело ребенка вон выставляет границы узел опуху он иммунитет помогает выставить границы до вопрос как будто бы решен но и в то же время не решен давайте так вот вы сейчас сказали научиться выставлять свои границы в отношениях с мужем вы понимаете как это решаемо если я просто беру ему говорю в какой-то момент знаешь вот здесь мои четкие границы или чё или как и вот на конкретном примере фраза красивая все ее говорят научиться выставлять свои границы меня сейчас не частности интересует а вот финал это как выглядит то вот по финалу там где все вы вы научились что там происходит такой волшебно ухожу если нужно будет взять детей уйти значит я беру детей ухожу и каким таким волшебным способом и каким волшебным способом эту безопасность вы словите то от того что все это ему сказали сделали не стали слушать продолжать разговоры если надо встали ушли запас так как что мне первое как бы пришло в голову что я пытаюсь с ним наверное завершить не завершить а как бы тот опыт который я проживала с мамой как будто я пытаюсь получить от него то что я не смогла от нее получить типа прими меня вот такой какая есть и все но вот может же может жить их эти хороши стыдно них под надавить надо они в отличниках могут превратиться я говорю вот эти хороши ста если на них надавить они в отличников могут превратиться вот это уже ближе к пятерке я бы наверное если бы так то я бы это было дело как я разделила бы опыт который опыт мама и опыт с мужем то есть выход из этой истории был бы разделить что муж это все-таки муж потому что логически я понимаю что он то нормальный принципе человек это я его порой довожу просто до иступления и опыт с мамой разделить здесь есть и моя ответственность я довожу это второй раз повторяете это слово и есть его ответственность в том как он реагирует ладно хорошо это субъективная часть пазла это то о чем можно с мужем говорить то чего можно решать то чего можно работать например на курсе да там по детской психосоматике но если мы говорим об объективной стороне вопроса а он остался темы вот такой который алкоголь и который непредсказуем как тут решается эта часть пазла объективные в моей голове эта часть решается изменением моего отношения у меня тоже есть опыт связанный с алкоголем потому что я видела как мой дедушка пьет до чего он как бы допился они как ругались бабушкой я в каждом его как бы бутылочке пиво вечером я делаю из этого скандал ты не можешь друзьям пойти не выпить что ли и если я отпускаю ну как бы спокойно выдыхаю окей твоя жизнь делай человек ну как бы то все в принципе нормально как только я начинаю лезть опять в эту дырку и напился ты чё изменение моего состояния потому что тоже субъективная часть получается это тоже субъектив и тогда вот это вот красивая страшная фраза про непредсказуемость и соответственно безопасность она про что она получается но из последних ваших слов получается что она про то что наши паттерны непредсказуемо играются я непредсказуемого я я реальные угрозы получается что ли нет есть только ощущение угрозы вечная которая может поддержать он умеет подбросить дрова в мое вечное ощущение угрозы и тут тот уровень и я такая этот уровень соответственно тут уровень его отношения с алкоголем приемлемый но я так лучше тот уровень его отношения с алкоголем что в действительности тот уровень его отношения с алкоголем можно даже рассмотреть как в общем-то приемлемый очень часто еще я добавлю со своей со своего опыта когда работаем с разными там дерматитами с разными там штуками которые связаны с наличием алкоголика в семье ну алкоголика и мужчина злоупотребляющим алкоголем там и либо мужчина который иногда выпивает но жена имеет опыт алкоголик соответственно она она как натянутая струна сразу к этому да там и запах и угроза и небезопасность все что вот это все вместе вот возникает проблем проблем вот этот алкоголь является какой-то очень сильной настолько проблемой которая сразу вот приходит муж выпил бутылочку например вот он пришел выпил бутылочку пива но опыт который я тут же испытываю внутри женщина говорит я не хочу чтобы он вообще меня трогал я не хочу чтобы он прикасался ко мне это отвратительно потому что тут одна бутылочка но ощущение накаленности границ становится таким как будто а именно пьющие люди как пьющий человек когда-то это очень сильно нарушал при аркющий отец то есть сам алкоголь является триггером который мои границы сразу до до красна накаляет а я путаю не вижу что муж при этом особо ничего не делает срабатывает фактор вот алкоголя он разбор распаляет мои границы и накаляет их тоже казалось бы объективный на первый взгляд фактор да а потом бах при внимании он раз превращается в некий субъективный оценочку такой и тогда есть пространство для работы но есть пространство для работы то есть это не кажется что приговор все эти женщины находят эти решения эти женщины потом пишут в чат и вау все было такое что вау например такая близость там такой секс которого не было там много лет потому что вдруг смогла вот этот барьер обнаружить там перешагнуть но он правда и вот проблема нарушения границ возникает не из-за того что он границы нарушает из-за того что я проживаю этот опыт воспаленной форме из-за алкоголя например очень субъективная оценка если с ней работать внимательно ее можно отделить опять же откуда она и отделить от мужа например дедушка фигура дедушки она была видимо значимой отцовской после отца не так полагаю да и это боль связанная с тем что он пьет лишала меня нормального адекватного дедушки вот поэтому опять мы обнаруживаем здесь пространство для для работы с субъективной оценкой для того чтобы в общем не все так плохо получается то есть есть пространство для маневра как говорят и тогда это уже 4 и 9 баллов да и вот до пятерочки не хватает ноль целых одной десятой и это еще один маленький кусочек который бы может быть я бы добавил от себя который может звучать следующим образом ощущение небезопасность точнее ощущение безопасности может вернуться ко мне а если я скажем так разрешу себе уйти это не значит уходить смотрите вы сообщите на примере лисицы я говорила я и уйти хочу и боюсь если я приму решение не придавать себя если невыносимо больно но при этом я конечно проведу всю вот эту работу по отделению зеренок плевел да вот этого субъективного от объективного и честно это проработают и потом чистыми глазами без маминой проекции посмотрю на своего мужа и увижу тогда действительно есть ли угроза или нет если это угроза есть я внутри договорюсь с собой не обязательно уходить я сейчас я имею ввиду как только я обретаю внутри скажем так решимостью сделать этот шаг например я закрываю субъективный конфликт все он не работает если что-то я могу уйти я этот момент могу проработать выйти из конфликта не выходя из со из отношений я уже внутри свободно одна из тенденций противоположных решена но чтобы к ней подобраться сначала нужно вот эти все как мы к пик 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 пяти баллам шли с вами да вот эти все вещи они должны быть поработаны да вот дашь так со своей стороны чего давайте завершаться я хотел бы задать вам два вопроса просто первый это вы там как состояние внутри пару слов и если какой-то вопрос который бы вы хотели задать и как он звучит мне было бы интересно узнать вы как-то наверное нет спасибо за направление за такой подсвет ситуации вот немножко полегче в плане того что стало все почетче видно и это как-то обнадежило вот я бы так сказал состояние немножко сейчас напряженная потому что дети в соседней комнате муж пришел что-то случилось машины а у меня там пробубнил что-то в двери я сижу думаю что смотри машиной не пытаюсь еще быть здесь и поэтому я немножко напряжена вот а так спасибо огромное и последнее что я вам добавлю у вас этот талант есть вы его озвучивали жаль что сегодня я не увидел его никак не прикоснулся к нему но похоже у вас есть какой-то талант который вы говорите я умею заставить своего мужа взбеситься я умею так ковырнуть я умею так нужным образом дайте я знаю какие ноты и за и как сыграть чтобы он обязательно отреагировал а вот и когда вы выбирали своего мужчину вы не могли выбрать мужчину который бы на эти ноты которые на эти ноты бы не откликнулся все выбирали мужчину а он такое а я и я не слышу там что-то играешь господи я все равно у меня со слухом господи с музыкальным проблемы или такие нет этот мне не подойдет мне нужен такой чтобы вот на эти ноты отозвался мне нужно восстановить мамины отношения максимально убедительно я должна видеть гнев ярость недовольство но вот эта часть моей ответственности я вот про этот навык вы принял пару раз говорили я прошу вас в него начните с него поисследуйте его обратить на него внимание расскажите потом об этом честно мужу и скажите знаешь ты у меня вот здесь у меня такая власть над тобой я могу заставить разогнаться я могу заставить обрушить твою самооценку я думаю что он там прижимает по к стене я думаю что он этот момент очень много внутри теряет в такие моменты какой-то тоже ценность слова самообесценивание это одно из первых которые вы сказали сегодняшней нашей встречи я думаю что именно он его там и теряет когда вы играете своей мелодии начните с нее пожалуйста посмотреть на нее все спасибо вам за вашу за то что вы отозвали сегодня ваше время потому что очень много людей все самбурно происходило многие отказались вот улыбка вам больше идет чем вот такое лицо которое такое холодное вот так вот все да всего доброго вам дарь так дорогие друзья ну вот получается что жизни дарь и я сейчас подведу коротко итог получается что в жизни дарь и существует очень глубокая базовая небезопасность такая которая как оказалось на поверку и сегодняшней встречи аккуратно складывается из кирпичиков субъективных оценок что-то даря сама увидела что-то там я подсказал но к сожалению без разрешения этой темой безопасности мы живем с этим человеком под одной крышей мы разделяем одни ресурсы он еще и мой партнер и он же является источником каких-то ресурсов и он же является источником опасности жесточайший жесточайший базовые конфликты в данном случае вот даже показал нам как выглядит в результате конечно же темы защиты и хронической реакции иммунной системой видео там рви виде вот аденоидов потому что аденоида ведь это же я напоминаю что аденоида это не только ткань которая связана с пищеварением аденоиды и узел лимфатический это лимфатическая система а это еще и тема защиты это иммунные часть иммунной системы то есть мы отделяем функцию пищеварительную от иммунной в данном случае и смотрим это это тоже говорит о небезопасности может говорить о защите в том числе а вот и аэргия и ну получается непереносимость она скорее кодируется на мой взгляд немножко тут иначе в этом случае вот а вот дерматиты и дерматиты и риниты аллергии да они тоже сюда поэтому без решения вот этой базовой безопасности как вы сейчас видели еще раз повторюсь банальной вещь скажу немножко работая с субъективными оценками мы можем изменить женщина тогда если мы говорим о маме может изменить ощущение проживаемых границ а если еще и где-то взять ответственность на себя как я в конце предложил дарь и взять немножечко этой ответственности на себя то тогда вообще картинка может обрести такая картинка может обрести веселую такую игру и даже вот ты мне нужен был потому что ты слышишь именно эту песню на нее реагируешь ты под нее танцуешь я проверяла мужиков многие не танцуют а вот ты танцевал песню поэтому я тебя взяла вот но это автоматические тоже программы но их тоже важно честно признавать тогда вся картинка меняется и потом ребенок бах и начинает там больше здоровым быть потому что я уже не воспринимаю субъективно наше наше общее пространство таким болезненным небезопасным образом а потом еще любовь начнется какая-нибудь мужем там я вдруг люблю с него заново тогда чего не дарья расскажет потом и это бывает потому что когда выходишь из галлюцинации вдруг обнаруживаешь собой мужчину они например данном случае маму до преимущественно вот поэтому детская психосоматика курс который помогает выходить из этих галлюцинации 18 сентября мы вас ждем приходите и расколдовывайтесь потому что это чистой воды такое волшебство и колдовство заколдованность расколдоваться приходить все спасибо вам что были всего доброго